Всем большой привет, ребята! Сегодня я хочу снять видео Getting my life together. В последнее время, в связи с последними событиями, очень много всего изменилось И вместе с тем изменилось вообще мое какое-то эмоциональное состояние И вообще, в принципе, какие-то дни они стали другими В этом видео я хочу сделать такую небольшую перезагрузку Потому что я сейчас из своей квартиры, из нашей квартиры с моей сестрой Уезжаю в апартаменты в центре Лондона И буду жить там какое-то время Потом мы также тоже еще поживем 3 дня в центре Лондона У меня сейчас каникулы, поэтому мы можем себе это позволить И мне не нужно будет ездить в университет Вот, а почему вообще мы решили куда-то переехать на время, я расскажу в течение этого видео А вообще, да, в этом видео будем стараться войти в рабочий режим Все такое, мне кажется, смену обстановки это вообще просто прекрасно И сейчас я собираю вещи, я уже собрала рюкзак Так, это мой чемоданчик, я еще не уложила все Сейчас буду укладывать, потому что мне в срочном порядке надо будет выезжать Вообще, пробовала сегодня встать в 7, но немножко не сложилось Поэтому я позже встала, я позже приеду в апартаменты И будем выезжать Ехать мне, не знаю, долго-недолго, может час, где-то так Кстати, Китик мы оставляем дома Изначально планировали его кому-то отдать, но там немножко не получилось Вот, да и ему переезжать куда-то тоже стресс Поэтому мы просто оставляем ему дома Я его насыпала кучу корма, кучу воды через сегодня вторник В четверг у нас придет помощница по дому Она, соответственно, с ним какое-то время побудет, покормит его, потискает Вот, и я думаю, что я потом еще, наверное, к нему приеду какое-то время Потискать его тоже, чтобы мне было сильно скучно Все, я сейчас выезжаю, будем прощаться с Китиком Ехать мне 43 минуты Такая точность Вот, в общем-то, да, у меня чемоданчик такой вот И рюкзак с компьютером Тяжелый, кстати Китик, ну я тебе два дня целых чискать не буду Все, уезжает мать Короче, я заселилась в апартаменты И оставила там вещи Но почему-то там еще не убрались Непонятная ситуация Я не знаю, тут вообще никаких плейсов Мед для завтрака Я хочу в какую-то кофейню Съесть какой-нибудь авокадо тоуз С яйцами Вот, короче, сейчас ищу что-то себе Покушать Так, короче, расскажу вообще, почему возникла такая идея Там, да, не жить дома И заехать в какие-то апартаменты Мы с Дашей в перспективе думаем над тем, чтобы переезжать из нашей квартиры С севера, юга, запада, востока С восточного Лондона на западный Потому что западный Это как раз-таки тот Лондон, который там во всех фильмах И так далее Ну это типа вообще самая такая атмосфера Именно лондонская А мы переехали в квартиру на Востоке Потому что она близка к моему университету И вот мы, короче, думаем над тем, стоит ли переезжать Хочу просто попробовать пожить где-то вот в таком центральном Лондоне Давайте я вам сейчас покажу мои апартаменты Так, короче, заходим Давайте сразу посмотрим О, bathroom Окей, bathroom Сколько зеркал Отлично, могу мыться и смотреть на себя в зеркале Маленькая Ну такая Довольно уютненькая Короче, дальше мы выходим И здесь у нас, собственно, сам номер Что у нас здесь имеется? Кровать Да, какие-то картины Стол Окошки Это, кстати, первый этаж, что не особо круто, но пофиг Телевизор Диван Зеркало Такое Но здесь высокие потолки Вот это прикольно, конечно Моя мама почему-то все время любит высокие потолки Зачем я вам это сказала? Не знаю Дальше Гвоздь программы Это шкаф Я не знаю, но почему-то у меня Вот когда я на него смотрю, у меня ощущение, что я все-таки в России Пахнет прямо российским деревом И еще здесь у нас есть вот такая вот вещица Это кухня Это, собственно, была причина, почему Ой, она такая маленькая Такая прям вот чуть-чуть Хочется ее... Короче, причина, почему мы заехали Я заехала в апартаменты Потому что я хотела, чтобы у меня была своя кухня Чтобы я могла готовить Нафиг я это сделала Я вообще не знаю Надо было заезжать в отель Потому что на такой маленькой кухне Ну не знаю Как-то не вайбово тут готовить И вообще, зачем мне готовить? Я могу покупать просто готовую еду в супермаркетах Она здесь здоровская Я просто хотела быть чуть экономнее Но как-то... Ну блин, такой, короче, себе номер Не могу сказать, что я прям довольна Чтобы вы понимали Это стоит 470 фунтов На... С 29 по 1 апреля Ну на рублях это, короче, 1060 Это как бы ничего себе Хотелось бы чуть-чуть что-то, ну... Не знаю Ладно, может я привередливая Какой у меня сегодня план? Во-первых, я хочу погулять по Лондону Ну, конечно же Потому что я в центральном районе Думаю съездить в Гэтт Парк В каких-то такие районы У нас, к сожалению, сейчас испортилась погода Она была гораздо лучше У нас было 19 градусов и солнце То есть было прям тепло Сейчас, возможно, скорее всего В ближайшие дни будут дожди И 10 градусов Но это такая себе погода Не могу сказать, что очень приятная Вот, наверное, даже московский снег будет получше В общем, да Помимо того, что я планирую гулять У меня еще фокус на работу Я выхожу в социальные сети Потому что на какой-то момент Я заняла такую выжидательную позицию В связи с блокировкой Инстаграма Важная ремарочка Инстаграм Которым владеет компания Мета Признана экстремистской организацией На территории Российской Федерации Я закрывала экзамены Закрывала свой триместр Училась Вот И сейчас у меня такой какой-то релакс Плюс рабочий вайб Так что так Я хотела уехать из дома на какое-то время Потому что Там как-то очень все не мотивирует меня В общем, захотела сменить обстановку Вот, сменила Так, ребята, надо разобрать вещи Все должно быть аккуратно Все должно быть красиво разобрано Это же getting my life together Не, реально, пацаны Но шкаф просто из СССР Вам так не кажется? А, кстати Забыла Конечно же Сегодня помимо работы У меня еще будет учеба Несмотря на то, что я уже закончила семестр Завершила все дела Закрыла Их очень рада, кстати И сейчас у меня каникулы Как я уже сказала У меня еще есть Помимо этой учебы Есть другая учеба Поэтому я тоже и буду сегодня заниматься Если у вас будет эта песня в голове После того, как вы посмотрите это видео То пишите мне в директ моего инстаграма Инстаграм это организация, которая владеет мета Которая призвана экстремистской организацией На территории Российской Федерации Это спорт Я на спорте качаю попу Чих-пых мне передаляшки Я забыла книжку Блин И пофиг, что я уже не читала 30 лет Хотела в какой-то веке почитать Так, у нас все на месте Я переоделась в жилетку Я не знаю, сколько градусов на улице 11 Ну не жарко, не жарко Короче, так Да, кстати, мне надо купить новые кроссовки Потому что вот эти уже знатно себя не очень хорошо чувствуют Я просто хочу себе нью-бэлансы А их все никак нет в наличии Вот, поэтому я жду, пока не появятся в наличии Такие трендовые, короче, нью-бэлансы Пройдусь вдоль гайд-парка Потом через гайд-парк пойду в магазин Whole Foods Не зря же у меня здесь кухня Надо что-то купить Потом уже приду Буду заниматься рабочими делами Учебными И уже, ну, типа до вечера Уже здесь буду Никуда не буду ходить А пока не стемнело Пойдемте гулять Итак, я приехала в гайд-парк Блин, конечно, сейчас не такая классная погода Потому что сейчас облачно И туман Было на днях очень круто Очень жарко Еще у меня есть подозрение Что вот там просто огромный ряд кругончиков Мне почему-то кажется Что там снимают фильм Я вообще хотела взять себе велосипед Чисто покататься по парку Но тут с этими велосипедами, блин Во-первых, здесь, чтобы кататься по городу на велосипедах Нужно ездить с машинами Ну, типа прям по проезжей части А я правила не знаю И Даша сказала, что когда мы будем вместе Мы покатаемся У меня не получилось арендовать байк Ой, какой байк Сайкл Потому что у меня не проходит оплата по карте Я попробовала русскую ради интереса Но вообще, конечно, я попробовала британскую И она не проходит через Apple Pay Привет Гуля Кстати, вы знали интересный факт? Все лебеди принадлежат королеве И если вы украдете или убьете его То вы понесете за это чуть ли не уголовную ответственность Так что не надо убивать лебедей И красть их тоже не надо Если приедете в Лондон Ничего необычного Просто дедушка ехал на каком-то огромном колесе Вы... Я не знаю Это очень странно Прикиньте, короче, вот этот вот стенд Тут вообще, в принципе, почти все без сахара Вот это точно без сахара Ну, короче, много всего И там без глютена Без молочки В общем, такой стенд Хелфи А тут все почти хелфи Так, я вернулась домой Сейчас я вас поставлю вот сюда, наверное Покажу, что я купила Я, кстати, дофига сегодня шагов прошла Из-за того, что я в итоге не брала велик Сколько у меня шагов? 13 тысяч Я устала У меня ноги устали Такой вот у нас пакетик Whole Foods Я обожаю Whole Foods Потому что там очень много всего классного ППшного Без сахара Ну, вы могли заметить И, в принципе, там очень большой выбор Но вот как раз-таки эти магазины только в центре У нас на районе таких нет И даже близко нет Я взяла себе вот такой вот пот Это называется, да Breakfast pot with mixed berries Это, короче, соевый йогурт, гранола и ягодки Это я себе взяла завтра на завтрак Также я взяла себе полкилограмма арбуза Который я планирую сейчас кушать на ужин Потом я взяла себе вот такой бокс Который уже открылся, когда я шла А здесь я долго... Я, блин, ходила минут 20 и думала, что я хочу поесть В итоге я взяла себе салаты И чуть-чуть рыбы добавила туда Красный И еще я взяла себе пиво Шутка Такая смешная, конечно, шучу Мне просто... Это камбуча с малиной и с лимоном И еще я взяла себе лимонад Просто лимонад Ну, он такой тоже типа healthy Healthy food Да, это все, что я взяла Вышло, кстати, на 20 фунтов По данному курсу это почти 3000 рублей Раньше это было 2000 рублей Вот, ну, в принципе, это whole foods И, как бы, эти цены нормальные К тому же у меня тут арбуз Кстати, сколько стоило, интересно, арбуз? 5 фунтов Ну, нормально, слушайте, за арбуз 5 фунтов Такой полкилограмма А, еще я взяла себе бутылку воды Она там стоит Короче, у меня все еще по плану Поработать И поучиться Да Просто я сейчас немножечко отдохну Поужинаю И тогда буду все это делать Кстати, знаете, что хотела с вами обсудить? Как вы знаете, я начинала с видосов на ютубе Потом я перешла в инстаграм В какой-то момент Немножко фокус у меня свистился Больше на инстаграм Я редко постила видео Ну, сейчас не считается Потому что сейчас ситуация, сами знаете, какая Я вот из-за этого только не постила Короче, инстаграм После блокировки этой площадки На территории Российской Федерации Безусловно, много чего изменилось И это вряд ли Я не рассчитываю, что инстаграм вернется Знаете, что инстаграм камбэкнется Все будет как раньше Нет, потому что как раньше уже не будет Я думаю, что правительство Ну, в общем, тот, кто принял указ Оба о том, что это экстремистская организация Уже ничего обратно не вернет И у нас эта соцсеть будет заблокирована На территории России Мне как будто бы кажется, что Мне, в принципе, ютуб всегда Форматом, наверное, нравился больше И вот я долгое время отсутствовала в инстаграме И я прям думаю, блин, да, вот видосики на ютуб Это да То есть я буду очень надеяться, что ютуб не заблокируют Кстати, я оставлю ссылку в описании на мой телеграм Потому что, если чего, я там именно в телеграме буду решать Что дальше, куда постить Если вдруг ютуб тоже заблокируют в России Вот, но вообще, на самом деле Мне очень жаль тех людей, которые прям жили инстаграмом Которые там, не знаю, не пошли в высшие учебные заведения Потому что у них был стабильный доход с инстаграма И, ну, как бы ничего не предвещало беды Да, как бы, ну, кто-то для себя выбрал путь Реально не учиться в университете Но просто я знаю тех людей, у которых прям жизнь Да, я видела Которых, она прям крутилась вокруг инстаграма Это, ну, вот чистый инстаграм Это была у них прям огромная часть жизни Я же никогда не рассчитывала на инстаграм То есть, ну, у меня как-то было понимание Что ничто не вечно И, соответственно, да, это была частью моей жизни И я какой-нибудь видите думала Блин, а вот если сейчас не будет инстаграма А кому я буду показывать? А кому я буду рассказывать? А как вообще? А что? Но при этом для меня это не было никогда Суперогромной частью меня Да, это позволяет мне зарабатывать деньги Мне нравится весь формат Вообще делиться именно там Но сейчас как бы случилось, что случилось У меня на самом деле не было никакой паники По поводу этого Сейчас, конечно, многие пользуются VPN Несмотря на то, что многие вообще ушли Но я думаю, что, конечно, постепенно Это приведет все к тому, что У нас эта соцсеть вообще, в принципе, вымерет Скорее всего Больше такого мнения, чем Нежели, что все будет как раньше И так далее Потому что, безусловно, уже бизнесы Да, блин, огромное количество всего делалось через инстаграм И, собственно, я сейчас снимаю на ютуб И я не планирую никуда уходить Вот, пока я еще тоже веду сториз В общем-то, да, я какую-то хотела Такую точку зрения нанести Если вы ничего не поняли То я немножко устала просто Вот, все, надо покушать Надо покушать Кстати, я сегодня с собой безумно довольна Потому что я кушала сегодня только два раза Ну вот, сейчас будет второй И первый раз я кушала почти пять с половиной часов назад Я еще вот из-за этого рада, что я уехала из дома Потому что дома у меня постоянно есть еда И я понимаю, что я ем, когда я не голодная И я еще стараюсь как-то выждать хотя бы там три часа Чтобы, ну, как-то сделать вид, что уже пора есть Это действительно проблема Я знаю, что у меня не все хорошо с пищевым поведением Абсолютно не все Я пытаюсь записаться к врачу У меня нафига, на самом деле, проблем со здоровьем Я не знаю, откуда они взялись Но вот пока что именно с питанием Я думаю, что я бы вопрос хотела решать в России Потому что, ну, здесь как-то на английском все это объяснять Может, конечно, пойду сюда к какому-то психологу Или к кому вообще идти Ну, наверное, к психологу, да Потому что это все чисто в моей голове Сегодня вот я, типа, гуляла, занималась делами И, ну, как бы, у меня сейчас есть чувство голода Оно такое небольшое Так что, да, как-то так Сейчас попробуем салатики Так, я на самом деле не знаю, какие я взяла Короче, какие-то взяла, что-то в майонезе Я же русская душа, люблю майонез Морковка, капуста, майонез Все, как надо Морковка, капуста, майонез Морковка, капуста, майонез Морковка, капуста, майонез В общем, все У меня красный У меня жесть, какое красное лицо Это все из-за дурацкого масла А у меня нет ничего другого Увлажняющего и питающего А кожа у меня сухая Короче, ладно Завтра, видимо, я с утра пойду За одной пастой, которую я забыла И за кремом В общем-то, спасибо большое за просмотр Это видео Я надеюсь, что вам это видео понравилось Я очень рада, что я сменила обстановку Потому что у меня хотя бы сейчас Пока я вне дома У меня все спокойно по питанию И я не ем каждые, блин, два часа Как ненормальная Когда я не хочу даже толком есть Но не могу преодолеть это желание Короче Вот, а так, да Занимаюсь сейчас еще работой Решаю вопросики Потому что сейчас надо много подстраиваться Перестраиваться, адаптироваться и так далее Вот Я буду очень рада, если вы напишите какой-то комментарий к этому видео Общаешься, что угодно, что думаете и так далее Какие-то идеи для видео Или еще что-то такое Вот Я все читаю Так что все Всем спокойной ночи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok